Это небольшое видео, демонстрирующее возможность запекания фасок без создания high-poly модели. Пример будет выполнен в Moda с использованием Shader Round Corners и в Blender с использованием Bevel Shader. Для примера я взял такую несложную абстрактную hard-surface геометрию, какие-то балки. Это уже low-poly геометрия. Она выполнена отдельными объектами. Они не вмоделены, все невидимые гранью удалены. У объекта есть такая быстрая развертка. Так она выглядит. Значит, шеллы разбиты по hard-up. Одна большая балка сделана с фасками и софтами. Допустим, так нам надо по тезе было сделать. Но на самом деле это сделано для демонстрации некоторых нюансов в запечке. Bevel и Round Corners Shader. Значит, Textile Density приблизительно 6 пикселей на сантиметр. Запекать будем. Текстуру 1К. Экспортируем нашу геометрию. И переходим в модом. Импортируем. Так. Ну, и вот наша геометрия. Развертка. Значит, в модом для того, чтобы запечь Round Corners Shader, нам все-таки необходимо две модели. Одна Low Poly, на которой будет, собственно, производиться запечка. И High Poly, на которой будет назначен Round Corners Shader. Значит, сдублируем нашу геометрию. Назовем балки Low, балки High. High Poly пока спрячем. Выбираем Low Poly и назначим новый материал. Назовем его Low. Берем такой силиненький. Теперь спрячем наш Low Poly. Выберем High Poly геометрию. Дальше. Чтобы наш шейдер начал скруглять геометрию, мы переходим, выбираем Material и Material Ref. И, собственно, Round Edge Shader находится в закладке Surface Normal. И параметр Rounded Edge Width, собственно, отвечает за радиус скругления. Если здесь поставить 10 мм, я думаю, такого размера фаскорда достаточно, то на превью рендера мы уже видим, он начал скругляться. Второй параметр это угол, при котором начинает работать шейдер. Например, вот в этом месте. Тут у нас не видно фаски. Он еще не срабатывает. Давайте уменьшим немножко угол. Ставим 20 градусов. Да, ну вот тут видно, сработал. Вот. Ну и следующим этапом необходимо, собственно, запечь. Здесь выбираем High Poly как Source, Low Poly как Target. Запекаем карту нормальный и нажимаем Bake. Все, карта нормальная трендерилась. Можно закрыть это окно. И теперь давайте перейдем в блендер и попробуем запечь в блендере. Сейчас открываем блендер. Значит, наша модель импортирована в блендер. Для того, чтобы назначить один материал, в блендере необходимо всю геометрию объединить в один меш. В блендере это делается, проймяющиеся сочетами клавиш Ctrl J. Так, все, наша геометрия является одним мешем. Далее, раунд Bevel Shader в блендере печется через Renderer Cycle. Поэтому необходимо перейти в Cycle с Renderer и назначить, собственно, Bevel Shader. Мы перейти в Node Editor, чтобы видеть, перейти в закладку Материалы. Вот здесь наш материал. Нажать Use Node для конвертирования стандартного материала в Material Cycles. Вот ноты в D3 мы видим наш материал. Теперь добавим к нему Bevel Shader. Это делается очень интуитивным сочетанием клавиш. Shift A. И здесь выбрать Search и найти Bevel. Вот наш Bevel Shader. И подключаем его к каналу Normal. Увеличим сэмплы. И в D3 поставим 0,1, что будет равно 1 сантиметр. Одному сантиметру фаски. Дальше необходимо создать текстуру, в которую это будет, собственно, запекаться. Для этого создадим еще одно окошечко. И здесь выбираем EV Image Texture Editor. Создаем новую текстуру. Назваем ее Normal. Необходимо создать теперь ноду Image Texture. Опять, при помощи сочетания клавиши Shift A вызываем данное контекстное меню. И создаем ноду Image Texture. И здесь выбираем наш Normal. Ну и дальше попробуем собственно запечь нашу карту Normal. Переходим в закладку Render. и в сам вниз в закладку Bake. Bake Type. Выбираем Normal. Падинг. Поставим 8 пикселей. И пробуем запечь. И вот запекание закончено. Давайте посмотрим на нашу карту Нормалей. И мы видим на ней вот такие вот ужасные градиенты на объекте, который выполнен одним шеллом с софтами. Вот собственно, почему я его сделал софтами. Для того, чтобы продемонстрировать данный косяк. Причина потому, что у нас на этом объекте Нормали пришли из Май и они залочены. Их необходимо перед запеканием разлочить. И конвертировать в блендеровские Нормали. Поставить блендеровский групп изглаживания или hardsoftage. Для этого переходим в Data Object Type. Geometry Data и Clear Split Normal Data. И у нас удалились все наши группы изглаживания hardsoftage. И дальше надо сделать автосмуз, чтобы настроились блендеровские групп изглаживания. Как видим, на вот этом вот, на этой большой балке шейдинг поплыл. Он не очень красивый. Но карта Нормали в итоге должна перепечься и стать красивой. Попробуем забейкать еще раз. Вот запечка закончена. И как видим, карта Нормали выглядит достаточно хорошо. Единственное, что у нас там, где softage, все-таки немного пропекся шейдинг. Что в некоторых случаях не критично, а в некоторых случаях необходимо вычищать и заливать все-таки стандартным цветом Нормалки. Давайте сохраним нашу карту. И давайте перейдем в Marmoset для сравнения собственно двух карт Нормалей. так, создадим по новому материалу. Сделаем материалом. их разных цветов. дублируем объект. Итак, на зеленый мы назначим нашу нодовскую. карту Нормалей, а на синий блендеровскую. Ну, давайте теперь рассмотрим поближе. Ну вот, карта Нормалей, запеченная в моду. И первое, что бросается в глаза, это вот этот вот косячок. У нас фаска не плавно скрупляется, а расходится по 90 градусов. раз, первое. Второй нюанс. Заметен шов на вставленных поверхностях. Здесь, здесь, опять-таки этот ключок с схождением фаски под 90 градусов вместо плавного скругления. геометрия. а чисто на геометрии, если посмотреть на эту балку, то выглядит весьма неплохо. Наша фаска даже не скажет, что это лоу-поле и пеклое с хай-поле. Также из цилиндра в нашем фаска есть. Все хорошо. Теперь рассмотрим блендеровскую. Вот блендеровская. Значит, на цилиндре фаска есть. На нашей балке тоже фаска есть. Считается хорошо. Смотрим вставленные поверхности и, как видим, здесь никакого шва не видно. сильно заметного. Никакого расхождения по 90 градусов. А идет плавное скругление нормалки. В общем, небольшой шовчик есть. Все-таки на статике геометрии. Но, как по мне, если объект будет рассматриваться практически на стуковое расстояние, карта нормалей выглядит отлично. И я бы сказал, намного лучше, чем в моде. Так как в моде даже в таком расстоянии заметен как шов, так и вот эти некрасивые артефакты под 90 градусов. В блендере же шов не настолько заметен и нет вот этих некрасивых расхождений. теперь давайте откроем фотошоп и посмотрим непосредственно на сами карты нормали. Разберемся в чем причина. прямо сюда откроем. Итак, это мода нормал. Смотрим на карту нормалей из мод. Вот вместе где у нас вставленные балки. Как видим, здесь на карте нормалей вот есть вот этот некрасивый момент, который собственно и дает расхождение под 90 градусов. Плюс когда мода запекает нормали. Он почему-то печет запекает фаски. Он почему-то печет фаску и наружу и внутрь. Соответственно на мипмапах будет заметен шов, потому что здесь начнут смешиваться цвета по этой линии где у нас геометрия вставлена одна в другую и полезет собственно шовчик. Ну и видим тоже идет компенсация шейдинга там где у нас пробита софтами. Так теперь блендер включаем блендер по-моему намного меньше идет компенсация шейдинга на объекте где пробита софтами. Отличный переход на углах и также блендер пропекает падинг небольшой внутрь геометрии за счет чего на мипмапах у нас не будет некрасивых швов. Ну и как вывод блендер запекает очень хорошо через бавл шейдер фаски и очень экономит время для создания карты нормальной. Все спасибо за внимание